Привет, друзья! Сегодня мы готовим самый зеленый итальянский соус песто, точнее его версию из города Генуя. Нам понадобится свежие листья базилика, немного оливкового масла, чуть больше столовой ложки кедровых орехов, один или два зубчика чеснока, немного твердого сыра пармезан и одна щепотка соли. Листья базилика должны быть чистыми и без воды. Стебли мы не берем, потому что в них попадаются жестковатые волокна, которые потом доставать изо рта совсем не фонтан. Кстати, внимание, чеснок бывает разный. Бывает совсем злое, а бывают помягче. Вот, например, китайский чеснок обычно мягче. В общем, чем ядренее чеснок, тем меньше мы его кладем. То есть, если переборщить с чесноком, то его вкус перекроет просто все другие вкусы. Это как раз тот случай, когда лучше не доложить, чем перебрать. А вот соли как раз требуется совсем немного. Реально одна щепотка этого. Вот столько. А пересолить тут очень легко, ведь у всех ингредиентов вкус очень нежный. Сыр соленый уже сам по себе. А вот тут как раз важно не сделать совсем кашу. Пусть будут видны небольшие кусочки. Сыр в этом соусе задает основную ноту. Чем сильнее вкус у сыра, тем меньше его нам достаточно. И тем легче и воздушнее будет ваш пест. Да, этот нехитрый прием поможет нам быстрее и легче перемолоть базилик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, у вас получится такое вот яркое зелёное чудо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы добавляем сыр, мы уже не крутим в блендер, потому что тёртый сыр имеет свойство дальше измельчаться в порошок. А нам нужно, чтобы он остался таким, как мы его натерли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этой стадии можно добавить ещё немного масла, по ощущениям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь добавляем смеси из чеснока, орехов и соли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И прокручиваем буквально несколько раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрим на консистенцию. Это примерно как раз та консистенция, которую получают классическим образом, упорно расталкивая все ингредиенты в ступке. Это как раз то, что нам нужно. Густой соус с маленькими кусочками чеснока и орешков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А тут мы помним, что базилик очень быстро окисляется, вступая в реакцию с воздухом. Поэтому для более долгого хранения мы можем залить сверху оливковое масло. Я этого не делаю специально, потому что сегодня всё это мы съедим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот, друзья мои, вы видите, как всё просто. Благодарю за внимание и желаю всем приятного аппетита. С вами был ваш друг Вану. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова